Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ссылочки в описании проверяйте Там можете по ссылкам поддержать меня материально И что еще? И бусте есть у меня, да, и на бусте загляните Там ранний доступ получите к моим роликам Все Так, все затягивать не будем Итак, позатянул, все Лайк, репост Я начинаю Короче говоря, встречаюсь со звездой Это был главный момент в моей жизни Я сидел и смотрел на телефон, скрестив пальцы Наконец услышал звук сообщения Это был ответ от девушки, с которой я переписывался уже месяц И сегодня предложил ей встречаться Она ответила, что согласна Да, ты же... Она не послала меня к чему? Да, неужели свершилось? Но она добавила, что согласна только на дружбу Что ж, сейчас самое время начать грустить Но я перестал этим заниматься еще после 78-го отказа После 78-го отказа Зверь какой-то прям Сегодня уже структу 95-й До мирового рекорда по отказам от девушек остается одна попытка Мировой рекорд, говорит Поэтому скоро я стану либо самым известным неудачником в мире Либо счастливым обладателем отношений Что я только не делал, чтобы понравиться девушкам Добавлял на свои фотки кучу... Кучу фильтров Кучу фильтров Ну, имеется в виду, фильтры, они же там... Ну... Сами знают, что мне объяснять, что за фильтры Писал за них дипломы, чтобы у них было время пообщаться со мной Даже платил Дипломы, чтобы у них было время пообщаться со мной Говорится, это не дядя Родителям девушек, чтобы они рекомендовали меня своим дочерям Но ничего не помогает Родителям плачет, вот это да Уже остается только ждать у моря погоды Я проверил В Египте 23 градуса тепло Тут же мне кто-то написал в телеге Это была девушка с ником Джен на нижнее подчеркивание Уэнсдэй 2002 Ну, которая на превьюшке была Интересно, что это означает Перевел Ее что зовут? Женя Среда? Интересно Крестное имя Посмотрел ее фото в профиле Не в моем вкусе Это я про ее стар... Крестное имя Вторую фотку пиццы с ананасами на ави Перелеснул на нынешнюю фотку Офигеть, мне написала такая красивая девушка Да причем первая Она написала привет на английском языке Я написал «здорово» на английском языке. Здорово. Она пишет ей «привет», так вежливо, аккуратно, а я «здорово» так по-мужски написал. Она снова написала что-то на английском. Вот ее фаворит колоры. Колор. Какой твой любимый цвет, что ли? Я ответил по-английски слово «зеленый». Просто на английском я знал только эти два... Слово. Она прислала милый смайлик. Кажется, для общения с ним мне точно понадобится переводчик. Перевел по нему предыдущее сообщение. Она интересовалась, какой мой любимый цвет. И, кажется, я угадал с ответом. Нужно закрепить свой успех. Написал ей, что мой любимый день недели — среда. Она посмеялась и сказала, что я... Забавный. Че? Типа ее же «уэнсдэй» среда зовут. Как он сказал, я... Че-то я... Неохота гуглить. Тут она написала, что ей пора ложиться спать. Какой спать? Ведь только день начался. Но в Америке там уже ночь, наверное. Видимо, очередная девушка хочет слиться. Надо быть решительней. Я сказал, что если она хочет со мной общаться, то никуда не пойдет. Она объяснила, что живет в Калифорнии, и у них уже поздно. Вот я дура. Но она сказала, что ей нравится моя решимость, и она обязательно позвонит мне завтра. Все, теперь она точно от меня без ума. В процессе нашей следующей беседы я сидела не мог поверить своим глазам. Со мной по видеосвязи общается популярная американская актриса Дж... У него из интервью какого-то взяли. Как я сразу ее не узнал. Она же снималась в эпизодическом... Вот она. ...роли в фильме «Железный человек 3». Джена очень много рассказывала о себе. Я внимательно слушал ее ангельский голосок и ни черта не понимал. Потом я рассказал о себе. Она внимательно слушала мои потоки и... И тоже никогда не понимала. ...ни черта не понимала. Но это не важно. Ведь мы все равно говорили на одном... Прикольный потограф у него. Просто нет, товарищ тоже потограф ищет. ...в языке. ...в языке любви. Мы общались днями и ночами. Дженусик писала, что сейчас смотрит на солнце и представляет, что я ее лучик света. А я писал ей, что смотрю на луну и думаю о ней. В наших отношениях... ...чё ты, говорит, делаешь одной рукой и говорит... ...разговариваю с тобой, а другой рукой... Ладно, не буду. Не буду. Я уже чё-то я... ...пресло меня. Сами понимаете. Короче, кто знает, тот знает. Прикол. Тот посмеется. ...начался мемас на кекающий период. Я скидывал... ...это что такое? ...некемы. Она знатно с них кекала. В один из дней моя Дженочка скинула мне свое фото. Она выглядела очень бледной. Я спросил, не заболела ли она. Она сказала, что это гримы. Прямо сейчас они снимают второй сезон сериала Уэнсдэй. Так вот, что значит этот никнейм. Я поинтересовался... Как? ...надёшься ли у них случайно роли для меня? Женуля ответила, что для массовки как раз на роль требуется тролль. Я сообщил... ...это у меня возникли срочные дела и я не смогу приехать. Вечером мне позвонила моя возлюбленная. Сказала, что из-за её плотного графика сейчас нам придётся реже общаться. Я ответил, что всё понимаю. Так прошла целая неделя. За это время мы ни разу не списались и не созвонились. Я сильно тосковал по моей Дженне. Поэтому решил набрать ей. Но её телефон был недоступен. Она вот по телевизору была. В сети последний раз она была шесть дней назад. Надо узнать, всё ли с ней в порядке. Я связался с создателями сериала. Представился парнем Джены Артеги и срочно потребовал ёкти. И тебя позвали, конечно же. По-новому, мне сказали, что у Джены нет никакого парня и она полностью занята на съёмках сериала. Не может этого быть. Тут же мне пришло сообщение на телефон от женусечки. Она сказала, что нам нужно срочно увидеться и назначила встречу на завтра у меня во дворе. Вот это я понимаю, любовь. Отложить сёкки... Её чё-то кажется, что тебя кто-то разводит просто. А там сейчас нибудь выйдет, а там друг к нему скажет. Ну чё, лошар повёлся? Мне так кажется. Пересечь целый океан ради нашей встречи. Следующий день я уже был на месте. Пока ждал, репетировал легендарный танец Уэнсдэй. Надеюсь, она оценит. Но она всё не приходила и не приходила. Я окончательно потерял надежду. Кажется, мировой рекорд по отказам от девочек всё-таки будет побит. Привет, ты случайно не Джену Артегу ждёшь? В смысле? Как она узнала? Девушка призналась, что это она. Всё время притворялась Джену. Блин, ну уже парень, ну друг типа его. А настоящее её имя Женя Средина. Она сказала, что я ей сильно понравился, но она стеснялась в этом признаться. Поэтому попросила свою подругу, актрису Джену Артегу, помочь ей. Но девушка больше не могла меня обманывать. Свою подругу, короче. И поэтому решила признаться во всём сейчас. Ну как же так? Ну как же я мог оставить этот букет на соседней лавочке? Жук какой? Это тебе, Женечка. Пойдём прогуляемся. Короче говоря, встречаюсь со звездой. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте этот ролик, если он вам понравился. Кстати, предлагаем вам посмотреть здесь предыдущие крутые видео. Спасибо за просмотр и ждём тебя снова. Эх, короче, да не за что. Не за что, мне было не сложно. Так, ладно, друзья мои. Ну, в принципе, ничего, что так можно посмотреть. Прикольно. Можно укормить, скажу так. В общем, друзья мои. Друзья мои. Прошу прощения. Вот такая сегодня получилась у нас реакция. Понравилась или нет? Обязательно пишите в комментариях. Да. Ставьте лайки и делайте репосты. А ещё самое главное. Будьте клёвыми. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok